Друзья, всех приветствую на своем канале. С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду делать гидроизоляцию санузла, а также формировать уклон поддона. Слив, так называемая разуклонка. Формирование уклона. Разуклонка поддона. Очень многие в комментариях волновались, почему я сделал поддон без уклона. Сейчас я покажу, как по-моему проще сформировать уклон. Особенно если у вас квадратный трап и получается разуклонка. Безусловно, если у вас длинный продолговатый трап, который стоит в углу, то проще сразу поставить маяки под углом и залить всю плоскость на этапе стяжки. Но если трап квадратный, то приходится делать разуклонку. Выставлять маяки по такой системе и ей подобные я не люблю. Поэтому применяю немного другую технологию. Как по мне, сначала проще залить ровные основания, а затем уже при помощи тонкого слоя сформировать уклон, опираясь на ровные основания. И не придется делать сложные конструкции из маяков на этапе стяжки. Приступаю к работе. Предварительно при помощи металлической щетки нужно снять цементное молочко с основания. На самом деле цементное молоко это проблема, потому что часто отваливается какой-либо материал не сам по себе, а именно с цементным молочком. Например, бетон-контакт. Обеспыливание основания. Увлажняю основание водой. Оно шершавое, материалы будут однородные, поэтому проблем не будет. В идеале вообще загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, ST17. Но тогда нужно сдать, пока высохнет грунтовка. По инструкции это 4 часа. Замешиваю плиточный клей и наношу по периметру душевой кабины. Затем приклеиваю предварительно отрезанные по размеру маяки. Маяки ложатся плашмя на ровное основание. КОНЕЦ 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 Прямо и слева маяки толщиной 10 миллиметров, справа маяк 6 миллиметров. Поставлен с уклоном, с одной стороны ближе к трапу лежит на основании, другая сторона вровень с 10 миллиметровым маяком. Примеряю правило, которое есть на объекте. По мере стягивания правило придется подрезать болгаркой. Это не беда, так как правило расходный материал. Предварительно замешанный плиточный клей наношу на основание. Затем стягиваю правилом. Одна сторона правила в нулевой точке, где слив, а другая на маяке вдоль стены. Продолжение следует... Практически сразу после формирования уклона достаю маяки и замазываю бороздки клеем с небольшим запасом, чтобы потом почистить. Продолжение следует... На следующий день почищаю и срезаю все бугры и неровности. Обязательно все нужно пропылесосить. После всех процедур проверяю уклон. Сначала уровнем, затем мотком ленты. На формировку уклона я потратил 30 минут. Можно проверить уклон простым тестом, шариком или любым круглым предметом. В моем случае это лента ПВХ. Гидроизоляция санузла. Теперь осталось сделать гидроизоляцию. Гидроизоляцию санузла буду делать по классической технологии. Мастика плюс гидроизолирующая лента. Первый этап это грунтовка. Использую проверенную грунтовку глубокого проникновения. Церезит ST17. Наношу на поверхность валиком. После нанесения нужно подождать, когда грунтовка заполиримизуется. Это 4 часа по инструкции. Будет наноситься готовая гидроизоляция Церезит CL51. Мастика. В углы буду приклеивать гидроизолирующую резиновую ленту. Это новая улучшенная формула проверенной гидроизоляции. Теперь она желтого цвета, для лучшего контроля нанесения. Плитку можно укладывать уже через 6 часов после нанесения. Рекомендована для теплых полов. Подходит для гипсовой штукатурки. Перед применением гидроизоляцию нужно перемешать. Наносить буду при помощи валиков и кисти. Лента режется обычными ножницами. Начинаю с приклейки ленты в углы. Сначала отмеряю кусок необходимой длины. Наношу гидроизоляцию непосредственно в угол и на саму ленту. Затем приклеиваю ленту в угол. После приклейки промазываю гидроизоляцией сетчатые края. По такой же схеме проклеиваю все углы. В углах лента ложится друг на друга внахлёст. Можно вырезать под 45, но лента тонкая и не создает бугров. Продолжение следует... После того, как обклеил поддон, приступаю к вертикальным углам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На стену гидроизоляция наносится сплошным слоем при помощи валика. Первый слой в вертикальном направлении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде всего гидроизоляция защищает основание от воды, предотвращая его разрушения. Также в ней присутствуют добавки, предотвращающие появление грибка и плесени. Продолжение следует... В плане нанесения гидроизоляция ничем не пахнет. В ней очень низкий процент летучих растворителей, поэтому защитную маску не использую. После нанесения первого слоя для того, чтобы не мыть валик, я их заворачиваю в пленку. Второй слой можно наносить через 2 часа. Второй слой уже наношу в горизонтальном направлении. Продолжение следует... В отдельных случаях можно наносить 3 слоя, но мне кажется, что 2 слоя будет вполне достаточно. Хочу еще немного рассказать про трап. Обычно, когда трап устанавливается, он обклеивается лентой. Вот примерно вот так, со всех сторон. Я не обклеиваю. Объясню почему. Потому что у меня еще трап не установленный. Он состоит из двух частей. Встраиваемая часть, которую я полностью загидроизолировал и верхняя часть резинкой. Соответственно, я когда сделаю укладку плитки, после этого только буду устанавливать трап. И посажу все это на силикон. В любом случае вода сюда не попадет. Даже если она попадет по трап, ей деваться некуда. Потому что здесь у меня гидроизоляция. Так мне будет проще укладывать плитку, а во-вторых, я смогу по высоте его подрегулировать под мозаику. А так вообще, если бы я его сразу встроил, то конечно же надо было обклеить еще лентой. Вот так вот, гидроизоляционной. Потому что знаю, что сейчас будет писать, типа не обклеил ленту. Вот это примерно обклеивается вот так. Сама гидроизоляция получается очень тонкой. Поэтому я люблю с ней работать. Она повторяет практически все неровности штукатурки и не изменяет геометрию помещения. Смета на материалы и работу. Санузел готов, теперь можно укладывать плитку. Ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения и не болеть! До новых встреч!